номер 535 события дня деяния 18 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой за 30 мая 2017 года сегодня 31 андрей александров пишет я его не встречал не знаю сам вот интересный бог дает как людей для себя так и не нашел ответа кому вы уступили место то есть он горит почему не проповедовать это я уступил место супер место не сказал кому думаю он поймет очень интересный человек вы проповедник от бога и равных вам на сегодняшний день нет немного посчитал ваших проповедей из книг очень интересно озвучить их кроме вас никто не сможет на должном уровне как вы думаете пробую монтировать и показал где чего если что не так дайте знать ну я сказал да благословит вас господь все вот одна девушка ривко это ревекка пишет в каких числах лагерь полностью все лето я отвечаю слово лагерь перешло в иной формат теперь просто отдых и работа но тоже расписание тот же порядок какой был 45 лет лагеря станет заезд 10 июня до 2 августа может быть при продлении путевки желающие потрудиться могут по разрешению и подольше остаться мы выезжаем домой в город 10 октября обычно вот кто хочет по skype что-то надо выяснить успеваете неделя чуть побольше 10 дней в вашем распоряжении из деревне 4 месяца я не смогу отвечать не смогу это деньги стоит очень там сильно накладывается почему-то повременно и связи почти нету вячеслав козловский вышел на меня и ролик вчера поставил почему видео обрезано или это не для публики то что мы разговаривали он согласился я выставил а концовки нет я отвечаю обрезала система погас свет у нас пошел дождь сильный и разговора дальше не было ни слова у нас я ничего не добавляю и не обрезаю никогда не умею и считаю что так лучше как есть дословно но и он меня начал подкидывать такие места об иконах там то другое но не православный человек то я вот тут пояснение даю я скажу тогда дальше андрей карташов задает вопрос доброго дня вопрос что считать ребенку вслух в полтора года для развития детскую библию ребенку в полтора года я такого не встречал я отвечаю можете считать все подряд все равно ему рано он еще не понимает хотя сами то что-то и запомните тут главное наше поведение отношения друг другу молитвы и обыденная духовная жизнь это на ином уровне уже закладывается в ребенка вот у нас мама неграмотная было на мою спим она готовит что-то и молится семья 10 детей и вот ты спишь и во сне вот это вот это сквозь сон досыпаешь и она же печку растопляет там улице говорит и слышишь это вот и вот на наш я и пишу это рифки-то ревики то она в украине хотела приехать одна я сказал нельзя нельзя одной опасно очень одна девушка двадцать лет но мне говорят да на вы зря ее так затерли надо бы наоборот ну как наоборот то я в каком статусе ты приедешь с детишками набирай там и как-то приехать тогда можно будет я и пишу вот какие отзывы наш разговор марио сам пишет интересная добрая девушка вам бы и гнать ее немного наполировать в кавычках и светилась бы ее душа как у ваших жаль зря вы ее так отшили приехала бы в огороде помогала научилась бы немного сельская жизнь а деревенских да и никите может была бы пара если богу будет угодно и будут бы у них детки быть может у вас талант молодежь воспитывать и не только детей никиту ведь воспитывайте изменения на лицо а ее прогнали мощеную приехала бы показала себя в деле может и о крещении можно было бы задуматься да и нам смотреть на новые лица интереснее как люди приезжают как меняется то все одни и те же все никиту женятся никиту женит не дай бог только думаю райхан гидулина говорит ребека ваша братишка есть езжайте с ним вас дескать примут я отвечаю так что думаете еще не поздно дать разрешение на приезд к нам учитывая пожелания рахили и иные она собирается наталья чернова хакасия говорит постараюсь я хотела на матрас свою клеенку взять нурез сына который дома стелю кстати вашими молитвами 5 дней уже не рыбачим в кавычках как у нас говорится караси позевают который бывает ночью под себя помощница спаси христос мир вам игнатий тихонович подскажите до остановки кукольный театр какой номер автобуса идет или там все проходят я пишу и не все но железнодорожного вокзала или почти всем на остановку на улицу туда все идут это метров 200 от здания вокзала туда почти все идут и там смотреть номер двадцатый спросить какой еще автобус идет сторону старого базара до остановки кукольный театр язык до киева доведет и говорят хорошо если бы вы мне позвонили с дороги на каком поезде с новосибирска едете номер вагона вот мой телефон 8 691 или 961 наверное вот это да я вот ошибку сейчас заметил только двести тридцать семьдесят шестьдесят а я сразу же перезвоню татьяне кузьминичной старшей сестре нашей и она рядом с вокзалом ее телефон даю здесь городской 628137 и она может вас встретить и ее можете переночевать со своими клеенками чтобы хорошо всем было и утром когда мы поедем вы будете с ней уже стоять на остановке на потеряем там мы встретимся и примерно через два с половиной три часа будем на месте у нее вам будет сподруще ночевать там и теплая вода и ванна изготовить обед а я один тут и вам сразу это не понадобится и один пишет николай скляренко австралия объявление ваше переслал семье с маленьким ребенком я отвечаю хорошо он говорит я теперь проверяю дух человека по отношению к вам и делу что вы делаете вот интересно вы игнатий тихоныч лучшая лакмусовая бумажка по определению духа божьего человеке такого даже не слыхал никогда то есть как мы относимся он считает вот это так и надо вот уже новый человек а я сказал не чаще чем неделю один раз заходите все молчу неделю епископ лонгин жар вот дайте форпост фильм про него тогда был михаил а сейчас епископ лонгин пришло время исповедничества как заголовок проповеди кавычки открыты обманывает народ православный патриархи архиереи священники обманывают хотят показать иной путь к вечной жизни не тот который господь нам оставил вот это да это я уже от себя это что ж такое делается как бы его не затерли как диамида щукотского что вы думаете братья и сестры святые отцы нашей церкви не могли собраться все вместе православные католики протестанты баптисты и иговисты и сказать мы братья и сестры во христе нет господь отделил ересь от истины это враги бога враги нашей церкви православной враги матери божией я ничего не имею против как человека еретика но против учения еретического мы должны восстать и не допустить в нашей церкви в нашей вере православное кощунство мы сегодня молились с вами плакали просили господа бога причастились тела и крови спасителя они пришли и танцевали как танцевали казачок церкви в москве я думаю это не было бы церковь и божий это а было бы сатанинское сборище эти люди потеряли чувства христианские как мы можем танцевать перед алтарем как мы можем говорить братья и сестры что у нас другая вера что другое учение должно быть нашей церкви не верьте им это он выступает перед народом это люди которые готовят путь антихриста кто патриарх епископы митрополит и священники путь готовят говорит про патриарши он московской патриархии находится его пока не отлучили удивительное дело они отступники предатель нашей святой православной веры мы просим всех вас стоять в истине и правде братья и сестры сестры то он зря говорит это не положено святые отцы сказали да придут такие времена они предадут вас сделает этот сенот видимо волчий собор же сенот сенот дьявола антихриста и они предадут истину божью будут гнать вас но если это так то ко мне тоже относятся они гонят нас преследуют и мы думали это не сейчас будет потом но мы видим братья и сестры когда берут нашу святыню батюшку серафима старовского и дарят святые мощи иезуит и еретику папе римскому этот грех не прощается тут я и согласен и вообще не надо его никому давать его надо похоронить когда наши архиереи митрополиты ставят престол на середину церкви чтобы люди видели службу в церкви не в алтаре за стеною это уже ересь латинская ересь и они ничего не боятся до пришло время я не считаю это за ересь вот я просто говорю ну так у нас не принято но вот открывали там вот живоцерковники смотрели но и почему тогда воевать надо и против украины там у них это не стена маленький так может быть метр высотой всего только даже может быть ниже ограждения и видно все открыто софийский собор в киеве мы были видели я не считаю это а по тем где более ересь церковь никогда это ереси не объявляла вот ересью как разбрасывается словами он мне нравится его люди вышли на нас и даже просили свое мнение дать я дал мне еще монахи то забились в одно место вы их распустите что проповедовали то оставьте там стариков до немощных и пусть они там 460 что ли детей набрали то а то может детей раздать ваше дело сколько что по силам то было до пришло время пришло время братья и сестры молиться просить господа бога чтобы господь бог остановил эту мерзость тут наоборот дубовыми досками иконостас закрылись там ничего не видят не знают мерзость вот это может быть но сказали святые отцы что это мерзость придет не могу вам сейчас сказать какое святое это сказал скобках это он говорит что это мерзость придет где самое святое место алтарь перед алтарем алтарь самое святое место но пусть будет даже и так но если алтаря не было по домам ежедневно собирались не алтаря еще не было и оказывается храм господень храм господень храм господень господь говорит не будет камня на камне не алтаре ничего патриарх не видит как они пляшут перед алтарем и танцуют казачок и поют сектантские песни не видят что за сектантские не знаю ведь я его но раз на меня скинули это дело я его публиковая предатель отступники служители сатаны за что сектантские песни какие именно если они хорошие почему они служители сатаны из и мы поем их хорошее песнопение я не знаю есть время для вас или нет но прошу пусть покаются и придут к господу богу я хочу чтобы у вас остался мир в душе я хочу оставаться с богом и своим народом я ничего не буду скрывать от вас всегда буду говорить правду когда нас закрыли на стеноде архиерейский собор рпц 2 3 февраля 16 года никто не должен знать что тут творится почему церковь божия не должна знать почему люди которые строили церкви монастыри не должны знать истину для чего вы нам нужны братья и сестры чтобы кормить одевать нас строить церкви а мы вас ведем в бездну вечером мужчине за это позор и стыд покайтесь православные опомнитесь пришло время исповедничество не надо ничего бояться не надо ничего бояться будьте верны господу богу канонам нашей православной церкви слушайте святых отцов которые все написали и говорили нам какие времена придут и они нам сказали что мы должны делать слава богу что мы не пошли на этот синод критский собор на 2 3 февраля 16 года на архиерейском соборе рпц был такой документ что этот синод хороший что не нарушает догмата православной церкви и что мы архиереи русско-православной церкви все согласны с этим а сейчас почему не провести согласие то надо другой синод собрать чтобы отозвать этот документ вот документ для антихриста дьявольский потому что нас никто не слушал там и всем сказали садитесь это все уже проголосовали все хорошо не будем идти так как они нам говорят потому что есть дорога к вечно погибели гибели мы свободные люди я верю в бога не потому что меня кто-то заставил верить я верю в него потому что не могу жить без него моя жизнь была очень сложной с детства и до сегодняшнего дня я чувствовал всегда рука в руку помощь божию и всегда господь меня направлял то что я должен делать я не пришел монастырь или службу божию чтобы меня хвалили что преклонялись передо мною я пришел вместе с вами служить господу богу он все для нас а мы никто и за это прошу вас от всей души прошу берегите веру православную защищайте истину божию нас будет мало но господь нас не оставит вот ни разу не сказал давайте сверять нашу веру по слову божию эти у нас православие то тоже столько натолкана это по слову божию надо все проверять он к этому не провели не призывает почему я рождение свыше ни разу не говорил это может быть лучше епископ и даже он это не знает только потому что не знает и не живет этим я за него каждый день должен молиться я понимаю это я всех вас дорогие братья и сестры поздравляю с этим святым праздником покрова пресвятой богородицы во первых это не праздник и еще там нету лучше праздновать и снятие осады с ленинграда или курская дуга победа была или сталинградская битва то тут понятнее ближе и прошу материнскую милость материнскую заботу о нас грешишь чтобы она покрыла всех верующих и всех людей на земле святым своим и мафором не ужасайтесь не бойтесь братья и сестры это все будет времена уже пришли тяжелая война будет какая кровопролитная битва сотни миллионов людей погибнет но не надо ничего бояться если мы с богом если мы ходим с богом если мы остаемся с богом в истине но потому что все говорят что они с богом и ради любви соединяться несмотря на то кто почем верит еретические слова патриарха нашего когда он говорит что бог как солнце а лучи которые идут к солнцу это все ереси все вероисповедания на земле и все ведут к единому богу нам такое не сказали святые отцы нигде не написано это он говорит патриарх потому что его учитель митрополит никодим ротов сдох как собака урок папы римского вот это да он такой кроткий казался михаил смотри злогина это на никодима ротова митрополита сдох как собака урок папы римского как это раньше времени с может быть и так а может и ошибка а я его предсказали не иди туда а то умрешь когда он поцеловал сандалию папы римского тогда сдох у ног его никто не видел во первых что поцеловал говорят опаздал бежал полный был сердце схватило почему мы не остановились когда видели это чудо почему мы идем слепо также не можем прийти в себя что один пусть спасение нам господь оставил это узкий путь одну церковь господь оставил и сказал что мою церковь и вратада не будут убеждать господь иисус не сказал за церквей за сестер церквей он сказал мою церковь созижду и я глава этой церкви не папа римский не патриарх и не я грешный тоже господь иисус христос этой церкви разве вы сегодня пришли помолиться мне мне кто я мы все грешные недостойные мы все пришли просить господа мне стыдно посмотреть на господа бога за множество моих грехов и лишь одно говорю все литургию когда служим сколько служим господи милостью будем грешным грешным господи прости нас боже вот так я прихожу к богу и так вас тоже призову прийти господу богу а мы никто братья и сестры простите меня я вас люблю я счастлив с вами но я хочу оставаться в истине божией потому что говорит господь все грехи прощаются на грех против духа святого не прощается и не здесь и не там ересь это и есть грех против духа святого вы какие-то тут выдержите скобка что-то пропущено вы нашли человека на земле безгрешного я знаю что один бог без греха остальные все грешные а как папа римский мог оказаться без греха он бог не нуждается в заместителе в папе римском папах которые пошли против евангелия и вы видите этот служитель антихриста митрополита ларион алфеев говорит что надо менять библию уже не хорошая библия вот это если только он говорит это уже действительно может тут и прав он вот этот логин то я слышал это делал говорил куда посигнул то это не надо делать на библии ни одного слова не трогать а как люди до сегодняшнего дня спаслись надо поменять литургию сделать по другому а то люди не понимают они думают что все дураки а они одни умные господи вразуми и помилуй твою церковь божий свой народ я обнимаю всех вас прошу милости божией для вас и пусть всегда господь пребудет с вами проповедь епископа лонгина жара жар фамилия его в банщинском свято вознесенском монастыре на праздник покрова святой богородицы 1 то есть 14 октября 2016 года и вот заходил этот вячеслав козловский это не православный круто не православный мы поговорили и он он пишет вот ссылка которые вы мне давали я по ней еще раз прошел и видео продолжилось с того места где прервалось у него продолжилось у меня нету выключилась и ничего нету а у него подозрение что я обрезал не обрезал я вы спросили почему я задал этот вопрос мне бог дал семинар живущий ожиданием ему бог дал семинар и там эти вопросы разбираются в свете библии меня заинтересовала эта тема еще мне стало интересно мнение других верующих ягра почему вы такие вопросы ставите ну как людей этих назвать которые ожидают второе пришествие христа сейчас готовлю лекцию для домашней церкви по данной теме я вчера только его принял же ролик стоит посмотрите кому надо про на 1 и она вот какие как это будет дальше увидим прослушав видео нашего общения хочу заметить такую мысль не опасно ли перед богом заявлять что только в православной церкви спасения а остальные херетиками и сектантами называть да можно не называть но они все равно я дальше добавляю еретики откуда они взялись то они говорят первой церкви апостольской не было как не было крестное знамение было иконы были им это богат все предание сохранила и в житиях святых написано это было все им признать это значит признать что всю жизнь они воевали против бога ведь фарисеи тоже христиан с христиан сектантами и ретиками называли и написали правило на правило заповедь на заповедь и написали талмуд а разве талмуд имеет какой-либо вес или каноничность христос говорил фарисеям и обрещал их ведь фарисеи считали что у них только истина так как это не народ избранные дети авраама то есть никакого отношения не имеет конкретно было тогда или не было как вы понимаете то вы сами сказали чтобы аптисов есть дух святой я сказал на первой ступени когда уверовали он выпускает маленько то и из этого можно склонять что бог призовет своих детей из разных учений вот из этого следует ибо дети божьи искренно верующим господа если среди баптистов и среди православных и среди адвентистов и других то есть такое его понятие вот это с которым вчера мы встретились то есть или ереси нет никаких они избегает это слово и православное и адвентистов у него все одинок почему потому что сам среди них бог говорит есть у меня и другие овцы которые не сего двора и тех надлежит мне привести и они услышат голос мои будут одно стадо и один пастырь другие значит и другие будут адвентисты и яговисты иоанн 10 16 говоря об иконах в библии нет ни одного повеления об иконопосчитания так как это можно понять лишь то что иконопосчитание возникла в церкви в третьем четвертых веках от рождества христова третьем четвертом и это было принято церковью без повеления божия с целью привлечь христианство язычников от иконы для того чтобы язычников привлечь не слышал такого даже которые поклонялись идолом придя в церковь и стали поклоняться иконам мощам и прочему тоже идол поклонства такое же самое дескать по вопросу крещения младенцев и детей в библии есть такое разрешение разве ребенок делает этот шаг осознанно с верою у них шаблон всех сектантов господь говорит кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать кто не будет веровать запомните осужден будет марка 16 16 разве младенца осознанно с верой и крещение принимают вы говорили что апостол павел и анзлатоус и проще сидят рядом с вами как такое может быть апостол павел и анзлатоус умер и ждут воскресения мертвых что же слово божие говорит о состоянии умерший господь говорит не надеетесь на князей на сына человеческого в котором нет спасения выходит дух и он возвращается в землю свою в тот день исчезает все помышления его псалом 145 34 и когда же они воскреснут господь говорит и бы сие говорим вам словом господнем что мы живущие оставшиеся до пришествия господня не предупредим умерших потому что сам господь при развещении при власть архангела и трубе божией сойдет с неба и мертвы во христе воскреснут прежде 1 фестантизм 4 15 то есть умершие святые и правильно лежат в могилах и ждут когда господь придет и воскресит их и по мышлениях все исчезли так как же они могли быть рядом с вами так что брат я задал вам вопросы не для спора и не для того чтобы уличить вас но и согласиться с вами во многом во многом не могу потому что через священное писание бог говорит иное я им отвечаю другие овцы это не или теки а речь идет об изычниках уверовавших во христа иисуса это речь это об изычниках а он лишь куда применял то есть или теки и другие овцы то есть а спроси почему потому что не поста не креста нет поэтому такое сумбурное понимание вы говорите прибавите а кто не будет верить осужден будет а ребенок не может веровать если обосновывается только на одном этом изречении тогда получается что все дети погибли но крещение было прообразовано обрезанием заключением завета с богом колоссиам 2.19 в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным соврещением греховного тела плоти обрезанием христовым быв крещен и бытие 24 обрезал авраам исаака сына своего восьмой день как заповедал ему бог лука 1.59 восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени его отца захарию пути есть 17 10 сей завет мой который вы должны соблюдать можем но и между вами и между потомками твоими после тебя да будет у вас обрезан весь мужеский пол я поясняю если восьмидневный ребенок не был обрезан и он уже было уничтожить а ребенок то и тогда ничего не мог понимать быть есть 1714 не обрезанный же мужеского пола который не обрежет крайне плоти своей истребится душа та из народа своего бы и он нарушил завет мой в том-то и есть всеобщая сектантская ересь пишу я что по-сектантски узко мыслит отдавая предпочтение своему испорченному ересями уму нежели довериться бы богу и слово его вечному про иконы я сказал что христос храм сей за рававелев назвал домом своим а он был как святилище божие по образу небесному сотворен и по повелению божию построен и в нем были иконы от пола до потолка снаружи и внутри языки или 41 17 исход 25 40 смотри сделай их по тому образцу какой показан тебе на горе исход 26 30 и поставь скинию по образцу который показан тебе на горе евреям 85 которые служат образу и тени небесного как сказано было моисею когда он приступал к совершению скиния смотри сказано сделать все по образу показанному тебе на горе у православных храм святилище божие есть дом божий матвея 23 21 и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем и сайя 57 15 ибо так говорит высокий превознесенный вечно живущие святые имя и бог я живу на высоте небеса во святилище и также сокрушенными и смиренными духом чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных вот этот стих исаи 57 15 они сразу берут что на высоте небес и со смиренным а слово святилище выбрасывает что в храме бог не живет а он говорит живущим в нем в могилах лежать тела ему поясняю но у человека есть душа бессмертная и она после смерти знает что делается на земле откровение 6 9 11 и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово божие за свидетельство которые они имели и возопили они громким голосом говоря доколе святые владыка истины не судишь и нем сих живущим на земле за кровь нашу и был даны были каждому из них одежды белые сказано им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как они до полное число слова рядом с нами не означает что они тут находятся означает что мы находимся все в единой церкви христа в его теле которая состоит из небесной торжествующие земной борющиеся страждущий мы едины и потому они с нами евреям 12 23 но вы приступили горе сиона и к ограду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к суде и всех богу и духам праведников достигших совершенства то есть вот вчера но какие были беседы разговоры вот я сейчас покажу наши ресурсы кратко хотя бы вот чтобы было видно вот первое это мой мир я сейчас показываю вот так мой мир потом мой мир где в шапке нахожусь сюда можно писать тут адрес есть и православный форум просто зарядите православный форум игнатия лапкина 1600 тем и дальше православный видеоканал открытым оком во свете библии у нас 107 тысяч 260 видеороликов вот здесь и во свете библии во свете библии это сайт православный библейский сайт очень богатый 4124 ответа я немножко тут сейчас оттуда беру вопроса немножко чтобы чуть-чуть хотя затронуть вот какое у нас сейчас идет о войне разговор шел продолжая каждый день хотя вот по одному два вопроса и вот вопрос 1154 третий том открытым оком это моя книги 33 тома открытым оком называется почему вы в материале о войне накинулись на преподобного сергия радонежская на блаженного князя александра невского это мне вопросы я на капельре стою в университете и мне вопросы такие шли столько лет воинство прославляли и преподобный сергий не мог димитрий донского на грех благословить он благословлял его на защиту отечества а сколько раз царица небесная помогала русским одерживать победы ведь это так значит защищать отечество царя дом храмы грех как вы говорите быть того не может иначе бы бог не помогал такая записка я не выбросил озвучил отвечаю дальше а это все записано было магитофона потом оттуда переписали ответ я отвечаю согласно слова божия библии а вы вопрос задаете согласно поступков людей которые считают праведными на это ян златоус отвечал так я тебе считаю владычный закон а ты распространяешь чужие грехи речь шла о клятве это не одно и то же если вы считали этот материал теперь он помещен в нашей книге к истинному православию в главе а я говорю вам любите врагов ваших название главы то к этому добавить я ничего не могу идите воюйте защищайте только не прикрывайтесь богом и божьей матерью сейчас по благословению патриарха алексея второго редигера министра обороны грачева и бориса николаевича варвара великомученица должна изображаться не с чашей а с ракетой типа земля земля если не дай бог эти ракеты носящие имя сатана кого-то поразят то вы также будете считать что помог бог а не сатана и риме 32 35 устроили капище ваалу в долине сыновей но мог чтобы проводить через огонь и сыновей своих и дочерей своих в честь молоху чего я не повелевал им и мне на ум не приходило чтобы они делали эту мерзость вводя в грех иуду мне с большой буквы то есть ну как-то непонятно даже богу на ум не приходило но вот так написано и я не накинулся как вы тут написали в записке а характеризовал все с позиции библии сергия радонежского за его поступок необходимо сразу же решать сана и отправлять затвор за размонашивание иноков атакан он говорит так вернувшихся к воинскому званию и на этот позорный поступок его в жизни бы уже никто не ссылался в течение 600 лет вот такой-то ответа разве даст сегодня те которые выходят священники говорит никогда а из-за чего страха ради иудейского как написано и бояться друг друга и вопрос 1843 7 том открытым оком всегда ли святые безропотно подставляли шею под секиру отвечаю были случаи что они бросались на палачей что явно не по писанию но в душе какая-то светлая нотка что жизнь пусть и не по житийному всеобщему сценарию но пробивалась и в этих пустынях и значит не все еще в пустыне уморили в человеке какие слова я говорю то опять же они не скажут первое третья книга сарс 22 24 25 и подошел с эдеки сын хинаана и ударил михея по щеке сказал как неужели от меня отошел дух господин чтобы говорить в тебе и сказал михе вот ты увидишь это в тот день когда будешь бегать из одной комнаты в другую чтобы укрыться лука 6 29 ударившему тебя по щеке подставь и другую и отнимающий у тебя верхнюю одежду не препятствую взять и рубашку римлян 12 19 не мстите за себя возлюбленное но дайте место гневу божию ибо написано мне отмещение я вас дам говорит господь откровение 6 10 и возопили они громким голосом говоря доколе владыка святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу и далее я перевожу места и жития святых и пимах вот такого имени то нету почему его скрыли и пимах 31 октября увидев что егемон сидит на судилище и обрекает христиан на мучение святой мужественно устремился на него чтобы поразить безбожника и апеллиан не избег бы руки святого и пимаха если бы стоявшие вокруг не удержали святого такую ревность о господи боге проявил подвижник егемон уявился такой дерзости человека бедного одетого в рубище то есть он не ударил но бросился и стихотворение лови давей на вздохе полусловия еще кургузы злобную мыслишку услово выход в люди при условии чтоб слушатель мог правильно расслышать не прикормай и не приватизируй рожденное далеким мудрецом проникнешь по серьезному не просто для близиру доявится оно с сегодняшним лицом слова непресные затертые до скуки их просоли да не гнилье предложишь ядренность их живит и через сутки и через год смотря куда положишь по струнам нужным в сердце у других ударить словом и не застарелым слова друзья а может и враги найдут соратников зовут в атаку смелых талант оратора не будь же пустословом не краснобайству и сытостью желудка глашата истины по слову иеговы и сейте ли евангельский попутно да будут в помощь знания академии мирские институты половодием но если дух святой не проникал под теме огонь любви не натянул поводья то все напрасно будешь пень подризой увенщенной пустоголовой митрой по правсоюзному лишь только что-то тиснуть когда затравка в образе пол-литры наскучившая паства разбредется к чужим столам с любовью принакрытым мерцание гнилушек вполне сойдет за звезды и царской вечерей покажется корыто и в гибели заморенных и павших виновен батюшка сокрывший большее слово в пустыне каменица сел не на пашне бог вырвет глаз и руку уелателя злого захария 1117 вот ответ мой мы дали что прощаться наверное сегодня уже хватит хочу узнать кто нас слушал как я вижу как будто бы трое остались андрей рогащевский правильно нет сергей пупков и анатолий дайте знать кто остался еще никого нету спать легли сергей ты на меня вы не обязательно надо туда съездить анатолий узнать во сколько хорошо нам съездить и попутал за гель какая мука продается будем покупать раз если нету или по поездить по складам где-то поспрашивать раньше мне давали но я уже отвык лет наверно 10-15 не прошу нигде да потому что дают а в одном месте просил и все но с богом храни вас бог выключайте